Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Будут сюрпризы. Как всегда, это новая номера. Кто хедлайнер? А также серьезные угрозы. Вторая пенсия и первая шайба. В школах появится факультатив по хоккею. Сколько планируется занятий в неделю? Без права на славу во славу державы президент встретился с главами разведок Белоруссии и России. Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за помощь, которую оказывают спецслужбы союзного государства. И отметил положительные результаты взаимодействия. Как в обмене данными, так и в техническом оснащении. Вместе структуры успешно справляются с современными вызовами. Мы недавно, вы наслышанно, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и наводке, и выполнял задания СБУ, СБУ, СБУ Украины, комитет безопасности, если по-старому говорить. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе их мерзость назвать не могу, которые помогают совершать противоправные действия, тем более таракты на собственной земле, против своих же соотечественников. Сергей Нарышкин акцентировал, взаимодействие спецслужбы равноценное. И в последние годы его усилили, чтобы предупреждать угрозы, которые стоят перед союзным государством. Разведка стремится добывать информацию, на основе которой политическое руководство сможет принимать выверенные точные и стратегические решения. Все тайное становится явным. В Бобруйске ликвидирована нарколаборатория. Преступником оказался 38-летний местный житель. В своей квартире он выращивал коноплю. При обыске обнаружено оборудование для вентиляции, освещения, регулятор кислотности почвы, удобрения и система полива. Изъяты также кусты каннабиса, семена и 100 грамм марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Коммерсанту грозит до пяти лет лишения свободы. Совместная тренировка, экспортные поставки и обеспеченное будущее. Свыше 14 тысяч белорусов сделали выбор в пользу накопительной пенсии. В чем выгода? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике началась совместная штабная тренировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Задача – отработать вопросы планирования применения ВВС и ПВО в деятельности региональной группировки. Маневры направлены на обеспечение безопасности страны и носят плановый характер. Комплекс мероприятий завершится 6 апреля. Беларусь перенаправила на восток 80% экспорта, который ранее шел на запад. Поставки в Россию увеличились в полтора раза по итогам прошлого года и достигли 23 миллиардов долларов. К 2024-му должно быть создано полноценное единое экономическое пространство союзного государства. Самое важное для бизнеса – ввести общее налоговое и таможенное законодательство от Бреста до Владивостока. Белорусы заключили более 14 тысяч договоров дополнительной накопительной пенсии по новой схеме, которая работает с октября 2022-го. Самый популярный вариант – когда 3% от своей зарплаты перечисляет человек и еще столько же работодатель. Важно помнить, участие в программе не влияет на размер выплат за трудовой стаж. Сумма наследуется, а в случае инвалидности выплачивается единовременно досрочно. В стране в пятый раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2 рубля 31 копейку, 95-й и дизель в 2,41, 98-й в 2,63. Предыдущее уменьшение стоимости, напомним, произошло неделю назад. Последнее подорожание было 28 июля 2022-го. Разница на начало года – 32 копейки. В школах откроют новый факультатив по хоккею. Его будут проводить 1-2 часа в неделю для учеников первых-третьих классов. Спортивные навыки проверят как минимум три раза в год по утвержденным таблицам с показателями. В программе занятий также различные упражнения изучения истории возникновения и развития игры. Ее влияние на здоровье плюс основные требования к экипировке. В режиме нон-стоп в Бобруйске продолжается ремонт дорог. Сейчас специалисты трудятся на Октябрьской. Возле пересечения с Пролетарской снимают верхний слой асфальта. Также в плане Гагарина, Комсомольская, Ковзана, Садовая, Социалистическая, Держинского, Батова, Карла Маркса. На Урицкого, Минской, Чангарской и Береговой продолжится ремонт тротуаров. Уже ведутся работы по грядированию грунтовых дорог. Их в городе почти 200 километров. Автомобилистов призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием. Не парковать машину у обочины, чтобы не мешать спецтехнике. В Беларусь пришла очередная волна опаводков. В Могилевской области последствия ощутили жители пяти районов. Уровни воды превышают опасные отметки на Березине, Друте и Соже. Метеорологи ведут круглосуточный контроль. На самых проблемных участках дежурят спасатели. О местной Венеции Ольга Васенда. Надежда Гусарова диву даётся. Ещё, казалось, вчера женщина выбирала семена овощей. А уже сегодня её огород больше напоминает болото. Затопила все шесть соток. И так далеко не с одним домом по Береговой. Десять лет её не было такой вот воды, что вот весной начала топить огороды. Фундамент у нас хороший, это не страшно. А вот теплица, что она разрушила стекло. Она оседает, и снега, и вот она всё падает. Под угрозой затопления частный сектор не только в районе Титовки, но и на набережной и комбинатской. Уровень воды в Березине только за двое суток увеличился на 19 сантиметров и перешёл красную черту до 284. При этом норма 245. Если сравнивать с январским паводком, сейчас ситуация куда хуже. Всему виной обильные осадки. Пляж в микрорайоне Приберезинский ушёл под воду буквально за две недели. Обойтись одними резиновыми сапогами уже не получится. Передвигаться здесь можно только на лодке. Спасатели такого не видели уже 10 лет. Последствия весенней стихии ощутили жители пяти регионов Могилёвской области. Помимо Березины, критический экватор преодолели Друдь, Сож и Днепр. Затоплены сотни частных подворий и километры дорог. Большая вода стремительно подбирается и к домам. Некоторые прибрежные районы страны на грани эвакуации. На самых проблемных участках дежурят спасатели. В связи с создавшейся ситуацией спасатели республиканского общества «Освод» перешли на повышенный уровень дежурства и готовы оказать помощь в случае возникновения ситуации с эвакуацией. Вода сейчас очень холодная. 3-4 градуса плюс. То есть нахождение в такой воде в течение нескольких минут может серьёзно отразиться на здоровье человека. Угроза подтоплений будет сохраняться до тех пор, пока в сводках синоптиков осадки не сменятся на ясную солнечную погоду. Прогноз пока неутешительный. В среду на большей части территории страны пройдёт мокрый снег и дождь. Такая же картина сохранится до конца недели. Главное, чтобы капризная весна не повлияла на открытие пляжного сезона. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. И хорошее настроение не покинет больше вас. Во Дворце искусств пройдёт концерт заслуженного любительского коллектива «Шинанай». 8 апреля Театр песни выступит с программой «Ставим на позитив». Удивлять будут не только композициями. Специальный гость Виталий Гордей порадует исполнением новых хитов. Мы также хотим, чтобы к нам приходили не только наши поклонники, которые с года в год приходят на наши концерты, но чтобы приходили с нами познакомиться и другие жители нашего города, а также и гости. Мы всех с удовольствием рады видеть. Будут сюрпризы. Как всегда, это новые номера. Этот концерт будет отличаться от всех предыдущих. Начало концертной программы в 3 часа дня. Цена билета – 15 рублей. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!